Я вовсе не являюсь творцом Я насыпаю на них огромное поленье И тогда у тебя действительно разгорается огонь Сказал он, ты делаешь то, что я тебе говорю А если это не сработает, то можешь уходить Я сказал, хорошо, держу пари Так что я сделал все, что он мне велел и победил И вот однажды он сказал мне Послушай, у тебя есть шанс изменить свою жизнь, жизнь своей семьи Ты мог бы стать кем-то совершенно особенным Разве ты не хочешь стать чемпионом? Ты мог бы стать чемпионом мира А я не обращал на это никакого внимания Сказал он, неужели это правда? Ты мог бы стать чемпионом мира Ты мог бы опустошить весь мир Ни один мужчина не смог бы забрать это с собой Ты должен в это поверить И я начал верить в этого старика Я перестал быть маленьким парижкой Раньше я возвращался в Нью-Йорк и грабил людей А потом возвращался на север штата и прятался А потом я перестал всем этим заниматься Я изменил всю свою жизнь Физическая составляющая бокса настолько незначительна Что большинство людей никогда бы в это не поверили и не приняло Потому что, по моему мнению, разум и эмоции присущи примерно 75% боксера Он не позволил мне боксировать Он просто разговаривал со мной в течение двух или трех недель о боях и психологии ведения боя А когда дело касалось драки по-настоящему В драке не было ничего физического и ничего духовного И еще он говорил Если в тебе нет духовного воина, ты никогда им не станешь Потому что мне все равно, насколько ты большой и сильный И он объяснил мне это именно так Страх — это нечто такое, что нужно контролировать Я всегда сравниваю его с огнем Страх, как и огонь, нужно контролировать И как только ситуация выходит из-под контроля, как пожар Погибают все, не только отдельные люди, но и все вокруг Но как только ты берешь себя в руки, ты можешь это сделать Сделай это! Мы начали бороться У меня был мой первый любительский бой И мне было так страшно, что я спустился вниз и сказал Чувак, мне стоит начать эту тренировку, если я никогда не вернусь Я хотел бы попасть на тренировку в отпуск Мне было так страшно Но я взял себя в руки с помощью той дисциплины, которой научился у двоюродного брата Я вышел на ринг и одержал победу нокаутом в третьем раунде Боец, который управляет сферой, теперь может действовать так, как это вообще возможно Страх — это твой друг И если мы не будем впадать в панику, будем поддерживать дисциплину и контроль над ними, то сможем их использовать И они не только помогут нам пережить этот конкретный инцидент, но и продолжат добиваться успеха, что даст нам настолько сильную компанию и такой гордый фундамент Что со временем вы сможете преодолеть практически все Именно поэтому однажды я ввязался в это дело, потому что был маленьким мальчиком, но однажды он тоже Он каждый вечер говорил со мной о дисциплине и характере, и я это знал Я не знал никого, никого физически, кто когда-либо снова приставал бы ко мне Потому что я так и знал Потому что я знал это еще тогда, потому что я знал чувак, я даже не могу сказать точно Потому что я знал, что убью их, чертовой матери, если они меня травмут Я не могу сказать честно, что испытываю к нему очень глубокую привязанность Я действительно так думаю Для меня он мой мальчик, он всегда со мной, но я часто говорю ему, я многим тебе обязан Он не понимает, что я имею в виду Сейчас я собираюсь объяснить ему, что я имею в виду Если бы его здесь не было, меня, наверное, сегодня не было бы в живых Тот факт, что он здесь и делает то, что он делает, и делает это так же хорошо, как он делает И совершенствует то, что у него есть Дает мне мотивацию и интерес к тому, чтобы остаться в живых Потому что я верю в то, что человек умирает тогда, когда ему больше не хочется жить Но у меня есть на то причины, чтобы поговорить с Майки И он дает мне мотивацию Я останусь в живых, буду наблюдать за тем, как он добьется успеха Потому что я не уйду до тех пор, пока этого не произойдет Сконцентрируйся на том, чтобы я был абсолютно свирепым, входя и выходя У нас были совершенно другие отношения У нас были совершенно другие отношения Я самый лучший человек на свете Я самый жестокий и самый безжалостный чемпион Вики, каким когда-либо был Никто не сможет меня остановить Рысь – настоящий победитель Нет, я Александр Он совсем не похож на Александра Я самый лучший человек на свете Еще никогда никто не был таким безжалостным Я солнышко, послушай, я Джек Демси. На свете нет никого похожего на меня. Я сам из их клуба. Здесь нет никого, кто мог бы сравниться со мной. У меня порывистый стиль игры. Моя защита неприступна, и я просто сверил. Я хочу заполучить твое сердце. Я хочу съесть его детей. Хвала Аллаху, да будет так. Ты когда-нибудь останавливался и думал, «Чувак, как же мне повезло, что я столкнулся с этим человеком». Нет, нет, он сказал, что вызывает меня по вызову. Он вызвал тебя к себе? Ну вот и все. Я не знаю, верю ли я, что ты мог бы кого-то призвать, но, черт возьми, похоже, что это действительно так. Да. Похоже, что это действительно так. Я не знаю.